Чтобы чувствовать себя уверенно во время спецопераций, спасатели стараются каждый месяц выезжать на тренировки. Подготовка проходит в разных районах города. На этот раз 15 спасателей ЮРПСО выехали на несколько дней в Воронцовские пещеры. Здесь они разбили лагерь и перед тем, как идти покорять стены подземного дворца, нужно несколько раз отработать технику подъема и спуска на дереве. Даже на такой небольшой высоте уже чувствуешь себя неуютно, но зачастую спасателям приходится подниматься гораздо выше. Для того, чтобы оттачивать мастерство в подъемах и спусках, спасатели практикуются на так называемом тренажере банан. Он позволяет получить технические навыки по передвижению в вертикальных пещерах. Повсемирно эта техника называется сингл-роуп техник. Проще говоря, использование одной основной веревки. В отличие от журналистов, спасателей никто не страхует. С помощью альпинистского оборудования они с легкостью поднимаются на высоту. Но это так только кажется со стороны. Ведь за их плечами уже не один год физической подготовки. Чтобы поднимать свой вес, используя лишь одну веревку, начинающие спасатели не один месяц тренируются под руководством опытных сотрудников МЧС. Вот чего-то не хватает. Да, давай. А эти-то тоже. Ножем поднимать. Подними. Запоминайте, ребята. Только многократный повтор такой техники позволит автоматизировать навыки по передвижению в вертикальных пещерах, на стенах которых порой и зацепиться не за что. А проводить спасательные работы в замкнутом пространстве особенно сложно. Здесь нужно внимание и хорошее ориентирование в темноте. За четыре месяца работы в ЮРПСО Александр Моисеенко еще не провел ни одной спасательной работы в пещерах. Пока без квалификации, без аттестации. Надо быть подготовленным к любым возможностям, к любым весам пострадавшего. Потому что, ну, если будет хлюпенький спасатель, но он не вытянет, грубо говоря, ну, даже просто 20, ну, не 20, там, 70 килограмм уже ему сложно будет одному. Закрепление карабинов на скальную породу – отдельный учебный курс. Одна ошибка может стоить жизни. Воронцовские пещеры считаются хорошей тренировочной базой. Они представляют единый подземный комплекс лабиринтов из круто падающих, вертикальных и горизонтальных ходов. Пока спелеологами исследовано лишь 12 километров данного грота. И здесь не раз спасателям приходилось вытаскивать пострадавших туристов. Всяких случаях тут была их масса великая, самых разных и простых, и с летальным исходом, то есть для людей доставали, спасали. У нас недалеко есть более серьезные пещеры, это до четвертой категории сложности, то есть они там глубокие до 500 метров, это хребет Олег. Бывает и там спас работы, ну, соответственно, надо и уметь работать и в сложных условиях, там намного сложнее, чем здесь. Ну, поэтому Воронцовка является полигоном для молодых. В последнее время спелеотуризм набирает обороты, пользуясь все больше популярностью у ученых, альпинистов и туристов. И нередко с исследователями тайнств пещер происходят несчастные случаи. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России выезжают на помощь не только в районы Сочи, но и на природные объекты Кавказа и Абхазии. И работа в пещерах у сотрудников МЧС – лишь малая толика всей их деятельности. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.